Всем здравствуйте, Миньки, канал, мы продолжаем строить наш с вами мост Верхлеем. Я не знаю, почему здесь говорят, что село урожайное, если село урожайное у нас еще точно не скоро откроется. Ну что, мы продолжаем. Как я уже и говорила, мы будем тратить деньги, чтобы построить быстрее этот мост. И давайте мы сейчас начнем его потихонечку строить. Так, что тут надо? Гвозди. То есть, смотрите, чтобы быстрее построить, то есть мы подбегаем сначала к гвоздям, видите, они не сразу появляются, потом мы подбегаем, ну вот, к бочке надо герметиком положить, как из прошлого прохождения я, кстати, запомнила, и потом к доскам. И так поочередно, гвозди, доски, то есть вот так вот поочередно надо бегать, и давайте я это сейчас пропущу. У нас у строителя появилось новое задание, давайте с ним поговорим. Все идет очень хорошо, мы не должны сдаваться только потому, что осталось последней ремонтной работы. Ну давай же, Алина, вместе мы сможем доделать все здесь. Скоро мы сможем скакать по мосту через Зеленую долину по побережью и до Ярхлейма и конюшни Юрвика. А теперь последнее, что мы должны сделать, это укрепить канаты в столбы, держащие мост. Ведь они по-прежнему неустойчивы, для этого мы зальем фундамент и натянем канаты между столбом и фундаментом. Итак, мы пометим, где будет заливаться фундамент. Возьми вот эти палочки и забей их в землю в подходящее место. Итак, ну да, мы сейчас фундамент, я вот это тоже помню. А сейчас мы с вами будем строить фундамент. Давайте мы сейчас забьем палочки и поговорим с строителем. Правильно же? Да, 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 да. Так, давайте поговорим с ним. Очень хорошо. А теперь мы будем закладывать фундамент. Так, сейчас мы будем походу в бетонной мешалке варить фундамент. Итак, давайте по с ним поговорим. Настало время заливать фундамент. Для этого нам нужен необходим цемент. Вот когда мы приблизились к смешиванию самого цемента, к сожалению, у меня с хорошей новостью есть и плохая. Хорошая новость, это то, что я специалист по смешиванию цемента. Высшая оценка в университете. Плохая новость, что это, что у меня кружится голова при вращении мешалки почти до потери сознания. Но я могу рассказать тебе в деталях, Алина, как нужно будет все сделать. Мы начинаем с небольшой порции цемента, а затем мы будем знать, в том числе, как делать большое количество. Сначала засыпать сам цемент в мешалку. Здесь неподалеку есть мешки с цементом. Возьми их и высыпи в цементную мешалку вон там. Цементный порошок ты должна высыпать в серую воронку. Такс, где у нас тут цемент? Так, давайте его возьмем. Еще возьмем. И вот сюда вот высыпем. Нет. Все? А, еще один нашочек. Вот, давайте поговорим со строителем. Такс. Хорошо, ведь это было совсем не сложно. Ну-ка, да, как бы. Нам только нужно смешать хорошие цементы в воду. Обыкновенную воду. Это очень далеко идти за водой, поэтому я посчастливилась протянуть шланг. Шланг соединяется с насосом так, чтобы ты сможешь набрать воды из него. Да, я знаю, я бы и сам набрал воды, но насос расположен на утесе так близко к краю, что мне страшно даже подойти туда. Ага, мне и страшно прям. Возьми это ведро и набери в него воды. Затем влей воду в голубую воронку на цементной мешалке. Это ведь не очень трудно. Текст. Значит, вода на утесе. Подожди, стой, куда? Не понял. А, все, вижу, вон, 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 вон. Вижу, вижу. Ага, вот она, вот она, шланг. Текст. Бежим наливать в цемент. Тут, в принципе, вот дела с цементом очень быстро строятся, потому что... Я не знаю, почему, но вот в плане досок тут даже дольше строить, вот их гвоздей, чем цемент. Еще что ли надо? Или все, или больше не надо? Ну, типа все. Так, ладно. Все получилось очень хорошо. Это ведь не было очень сложно. Это было же не очень сложно. Вот так, теперь бетономешалка поработала по-настоящему хорошо, как ей и положено. Пора посмотреть, как получилось. Тебе не любопытно? Я очень нетерпелив. Вот там стоит ведро, налей в него цемент и принеси это сюда, чтобы я мог оценить результат. Так. Я, по-моему, если не ошибаюсь, то можно прям целое ведро или сразу налить два вот этих цемента. Ой, сразу два фундамента. Посмотри, этот цемент отлично. Я должен сказать, что у тебя есть талант, но ты по-прежнему новичок в изготовлении цемента. Поэтому, чтобы не привлечь на строительство беду, я не могу одалживать тебе мышалку когда угодно. Один раз в день будет самый раз, чтобы не рисковать всем строительством. Многие говорят, что это старое усоверение, но мы не будем зря рисковать. Так, теперь он нам предлагает мешать каждый день цемент. Так, опять же, в целях экономии времени мы его будем экономить и просто купим у вот этого челика. Видите, тут все продается. Доски, цемент, гвозди, герметик. Давайте, кстати, купим, значит, герметик мне нужен. Гвозди еще нужны. Цемент мне нужен. И доски. И давайте мы начнем, продолжим строить наш мост. Ребята, все, последние штришки. Я почти построила мост, наконец-то. Давайте поговорим со строителем. Ах, ты видела, Алина, каким красивым стал мост. Мы на самом деле отлично, наверное, поработали. Большое тебе спасибо. Чтобы отпраздновать открытие моста, мы запустим в небо ракету. Тогда все увидят, что мост уже готов. Сделай это, тогда все поймут, что это ты подчинила мост. Возьми вот эту ракету и укрепи ее в бутылку рядом со мной. И тогда ты увидишь настоящий фейерверк. Ага, вон бутылка. Да, я помню, мы на кроссах. Этот предмет у нас был. Я помню. Ребята, мы с вами подбрали мост. Неужели я открою ярхленты? Наконец-то. Так, надо слезть, подождите. Ну, я к Макарею, почему надо слазить с лошадью? Не блюзить задания. Ура! Мы построили мост! Эй, ребята! Просто поставьте лайк за это, что я мост открыла. Ой, ярхлеем открыла. Почти открыла. По крайней мере, мост построила я уже хорошо. Так, давайте поговорим с строителем. В принципе, вот это можно продать. Как раз, Алина, мы уже полностью готовы. Я поеду домой, в ярхлеем, так быстро, как только смогу. Но сначала я должен только убраться здесь. Приезжай ты когда-нибудь проведать меня в ярхлеем. Ведь это, по-моему, самый красивый город в Юрике. Я живу рядом с Домом Советов, где наш мэр Эвелин имеет свою резиденцию. Хм, подожди немного. Мне кажется, что я придумал что-то, Алина. Ты ведь любишь лошадей, я прав. Так я и думал. Иногда я очень догадлив. Я не знаю, как я догадывался до этого, чтобы ты, должно быть, послала тонкие подсказки, которые я ухватил. Ты понимаешь, альхлеем лежит около конюшни Юрика. Это самая знаменитая конюшня в Юрике. Ты должна поехать туда и посетить ее. Я обещал, ты об этом не пожалеешь. Если ты встретишь там управляющего Германа, то передай ему от меня привет. Ты должна немедленно ехать. Хорошо, я понимаю. Может, ты поговоришь с этим человеком, стоящим по другую сторону моста и машущим нам. Ты видела его? Сделай это. Похоже, что он хочет спросить о чем-то. У него серый клемм и Алина. Есть! Мы открыли мост! Guys, мы открыли мост! Наконец-то прожилет село Урожайно. Ну, блин, это не село Урожайно. Оно открывается, только, блин, вообще не пойми, когда. Все, трактировал Ча-логово. Наконец-то. Все, я могу проехаться по мосту. Есть, ребята! Просто я могу туда теперь ехать. Классно, 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 классно. Всего лишь на шестом уровне я открыла. Да, давай обратно превращайся в Чпанак. Все, урожайное. Итак, давайте поговорим с этим человеком. Мне это снится? Снится ли это мне? Гость! Гость! Добро пожаловать в трактир! Что ты не хочешь посетить нас сейчас? Ты хотела бы узнать, как доехать до конюшен Юры? Мой первый гость за много лет, и это всего лишь только иллюзия. Но мост починен. Это правда. Ты можешь поскакать по нему туда и обратно, чтобы я смог поверить в это. Скачи! Обратно, что ли, скакать? Нормально все. А то людей, походу, реально крыша едет. Они, наверное, несколько лет жили в трактире. Просто я понимаю всех человек, у которых нет старайдера, и они не могли попасть в этот ярхлейм. Ну, в ярхлейм можно попасть только со старайдером и только с шестого уровня, ребят. Ну, примерно где-то шестой уровень. Но это если в ускоренном режиме качаться, то с шестого уровня. Просто видите, можно и с девятого-то пойти, и с одиннадцатого. То есть по-разному. Если ты пойдешь, типа, по сюжетке в серебряную поляну, то ты где-то, блин, можешь с девятого только сюда прийти. Ну, классно! Мой, на самом деле, уже починен. Это так прекрасно. Я Эд Фельд. Самый главный, самый красивый и вообще-то единственный владелец трактира села Урожайного. Дорог пожаловать. Я помогу тебе доехать до конюшни, Юрика, но сначала ты должна помочь мне. Что? Вымогательство? Что-то способен ли я на это? Нет, ты можешь мне, а я тебе услугу за услугу. Ну, пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Ведь я не могу с этим справиться с этим сам. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ты это сделаешь. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо. Принеси бумагу и ручку, чтобы я смог написать список дел, которые необходимо проделать. Я не помню, где они, но это где-то здесь поблизости. Ага, давайте искать. Так, бумага. И ручка. Я вот хорошо вот эти задания почему-то запомнила. Вот я не знаю, почему, но вот именно это задание, когда надо что-то, вот когда мы мозг говорим, я почему-то хорошо запомнила. Не знаю. Потому что, наверное, это самый лучший момент. Прекрасно. А теперь я напишу список дел, которые нужно будет сделать. Я действительно чувствую, что мозги начинают увеличивать скорость. Так как там... Ты... Как там тебя зовут, Алина? Все будет прекрасно, Алина. Хм... Что мне... Что же мне написать? С чего начать? Это так много. Ничего не приходит в голову. Мозги вращаются на половину мощности. Ой-ой-ой. Послушай, принеси мою шапку думок. Как же я мог забыть о ней? Без нее никак ведь не обойтись. Она лежит где-то здесь поблизости, но я не помню, где именно. Я ее положил, я посмотрю здесь внизу, а ты посмотри там позади холма. Хорошо? Так надо искать шапку. И если я не ошибаюсь, то шапка лежит в определенном месте. То есть, где-то она наверху лежит. Сразу смотрите, если кто будет проходить задание, смотрите, где она лежит. По-моему, она лежит где-то вот здесь. Нет. Так, вот здесь она лежит. Нет. Не здесь. Блин. Я точно помню, где она лежит. Факт. Вообще, она лежит у каждого в одинаковом месте. Я могу вам так сказать, ребят. Потому что сейчас, если я ее найду, вы можете просто потом... Так, я не поняла, где шапка-то? Она где-то наверху лежала. Не, я вам серьезно говорю, я помню точно хорошо. Ну-ка, давайте в другое месте поищем. Блин, она не может здесь же лежать, но он сказал же внизу, типа наверху ищи. Странно очень. Так. Шапка лежит всегда в одном месте у всех людей в заданиях. Это вот уже проверено как на сто раз, ребята, если честно. Так что не беспокойтесь. Так. Блин, она в таком месте лежит, что его фиг найдешь. Да, вот здесь, да, 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 вот здесь, да, возле туалета, если что она лежит, короче, или что это туалет, я не знаю, что это будка, короче, какая-то. Господи, туалет. Ладно, все, бежим обратно к этому чувачку. Смотри-ка, это моя дорогая шапка, теперь я смогу думать немного лучше. Ну вот, теперь она на голове и как я ей так и положено. Ты готова, готова, выслушать множество великолепных идей. Сгораешь от нетерпения выслушать новую ненобелевскую идею. Садись и слушай человека с мозгами, мозговым штормом. Что, господи, нет, с мозговым ураганом. Хорошо, хорошо, мои мозги начинают вращаться со скоростью циклона. Держись. Первое, что нам нужно, это современное имя. Оно должно быть задорным, глобальным, роскошным, немного семейным, немного экологическим. Подожди, не мешай мне, придумал. Молча логово. Красиво, какое совершенное название. Оно напоминает мне, как называлось трактир в старинные времена. Хотя одновременно оно очень современно. Самораз, класс. Господи, посмотрите на эту шапку. Ой-ой-ой, я так устал выдумывать, такие хорошие идеи требуют ведь всех сил. И ведь по-прежнему осталось много дел. Ты можешь мне помочь? Как хорошо. Хорошо, ты очень добра, я обещаю не задерживать тебя очень долго. Но наверняка видела, сколько сорняков растет здесь вокруг. Они ведь отпугивают гостей. Вот тебе моя старая бенопила, возьми ее и очисти там от колючек и всего прочего. Так, все, очистим, короче, по-моему, я не помню, это по-моему, с лошади можно было. Да, надо с лошади слазить. Ну ладно, это все будет долгое, мы это пропустим, ребят. Так, ну все, мы очистили от сорняков. Ой, это совсем другое дело. Теперь все выглядит по-настоящему очень чистым. Ты знаешь, проблема с трактиром волчьего логова это то, что он застрял в прошлом. Посмотри на это старое меню, которое я нашел. Так ведь не пойдет. Это еда для 00 года. Если мы хотим, чтобы я о трактире волчьего логова знали люди, нам надо поменять и меню. Я смогу придумать великолепные блюда, мне только нужны вдохновения. Поищи необыкновенные продукты, из которых я смог бы создать фантастическое блюдо. Фантастические блюда. Я одену мою шапку, думаю, трехзвездочное меню в кратчайшие сроки. Хорошо? Да. Я подожду здесь и потренируюсь пока умственно. Я хочу потренировать мои мозги. Давненько я не думала так много. Итак, продукты. Вы только что скажете, что мы их с земли будем сейчас подбирать? Серьезно? Серьезно? Ладно, давайте сейчас соберем продукты. Ну, Господи, ладно, хорошо, собираем. Сейчас собрали мы продукты. Посмотри, это будет в самый раз. Подожди, я чувствую, как проходит вдохновение. Держись в моих мозгах, опять начинает бушевать циклон. Послушай, закуска жареные летние шишки Эдов Фельд с лапшой в томатном соусе. Горячие блюда, жареные овсяные колобки а-ля ангельская принцесса продается с салатом из еловых фруктов и лучших американских соусов. Десерт. Сюрприз Алины. Прекрасный коричневый шербет сделан из подарков от царя леса. С хрустящим мясом соусом на свежем жареном овсе продается с горячим красным соусом. Ребят, я есть хочу. Я хочу есть. Я гений. Это свежее сочетание традиционных блюд юридических кухней. Вдохновленная американской едой. Но в азиатском стиле и старинная классическая европейская изысканность. И целая куча вкусностей. Ты? Знаешь ли что? Я открою теперь эти заведения. Я не могу дальше ждать. Волча логово открыто. Добро пожаловать, когда ты только захочешь и даже больше ты получишь реальные скидки, когда ты захочешь приночевать здесь. Еее! Трактор Волча логово. Мы открыли его. Красота. Красота. О, кстати, тут что-то продается. Она, кстати, сбегает, посмотрит, что-то продается. Кстати, а тут магазин разы был? О, господи! Спасибо тебе, Алина. А теперь я сдержу свое обещание и расскажу, как доехать до конюшнировых. Скочи вот так, как по дороге и на запад и заверни налево к горному проходу. Продай через горный проход и в лес зеленой долины. Скочи по дороге и скоро ты доедешь до побережья. Там ты увидишь маленький домик, в котором живет семья Пайк. Она занимается доставкой рыбы и морепродуктами для трактира. Если ты там будешь, то закажи мистеру Пайк от меня. Ты можешь? Хорошо. На тебя можно положиться, Алина. Вот тебе моя бензопила, дорога, через горный проход, очень заросшая, и поэтому ее надо очистить для проезда от всех кустов. Попроси миссис Пайк показать тебе дорогу к конюшню Юрвика. Удачи тебе, Алина. Увидимся. Итак, да, сейчас мы поедем в Ярхлеем. Я помню эти кусты. Короче, там надо кусты будет очистить. Я не знаю, почему так сделали. Типа, блин, там пещерка такая, и там это... О, побережья Сера-Россия. Господи, как я отслужилась. А, ребят, как я давно вот эти кусты уже не очищаю. А, просто алдыдут, алдыдут. Ставь лайк, если ты он. Ставь лайк. Ставь лайк просто. А, ребятки, бежим. Кстати, потом, когда мы будем опону открывать, вот здесь у нас появится уже там пещера такая, но там уже другое задание, так что давайте пока мы открываем с вами яркие. что такое? А, что такое? Что такое заказ? Большой заказ на рыбу? Что? Я не знаю, что такое. давайте очищем дорогу. Я так сразу быстренько эти кусты очистила. Капец. Офигею. просто Алина Светнайт просто, как сказать, бензопила реально ходит. Он даже ее в руках не держит. Капец. Господи, ССО, как же я его люблю. Так, ну все, это последние стрижки, мы едем в Майклее наконец-то. Итак, все, давайте сядем на лошадку на свою и поедем уже наконец-то в Майклее. где-то тут моя зайка. Ангельская принцесса, моя, иди сюда. садимся и катим. Я не буду видео выключать, катим, просто наслаждаемся открытием просто Ярхлеема новой локации. Ну как новой, блин, не новой, конечно, но все равно как бы приятно открыть как бы что-то новенькое. Там, кстати, наверху дорога в Эпону. Да, все, блин, лес гренул. Это, по-моему, самый шикарный лес просто. А, давайте понаблюдаем за этим. Красота. Так, давайте подъедем к этой тетеньке. Тет. Эй, там ты, ты кто такая? Давно я уже не видела кого-нибудь приезжающего через Гриондул. Так, ну, я думаю, знаете что, на этом можно закончить. Сегодня мы с вами открыли красивый вот такой прекрасный Ярхлейм. В следующей серии мы уже пойдем выполнять, не знаю, я подумал еще, либо мы пойдем в Серебряную Поляну дальше выполнять задание, либо мы пойдем в Ярхлейм. Вот, а на этом я буду заканчивать. Все, спасибо за просмотр. С вами был маленький канал, и сегодня мы с вами открыли новую локацию, точнее старую, ну, открыли, короче, Ярхлейм. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok